С вами канал Учебник Вслух. География, пятый класс. Тема урока – путешествия по Южной Америке. Площадь Южной Америки около 18 миллионов квадратных километров. Как вы думаете, какое место по площади она занимает среди уже изученных нами материков? По форме она похожа на сильно вытянутый треугольник. Берега Южной Америки омывают воды Тихого и Атлантического океанов. Как вы уже знаете, она соединена с Северной Америкой Панамским перешейком. Давайте запомним. Берега Южной Америки омывают воды Тихого и Атлантического океанов. Площадь Южной Америки около 18 миллионов квадратных километров. На западе материка вдоль Тихоокеанского побережья протянулись горные цепи Ант. Это молодые горы. Высота их достигает 6960 метров. На востоке находятся плоскогорья, а между ними низменные равнины. Среди них величайшая равнина земного шара. Амазонская низменность. Южная Америка – самый влажный материк Земли. Климат большей части материка теплый, но не такой жаркий, как в Африке. Мы жители Северного материка, и для нас естественно, что на Севере холоднее, чем на Юге. Но в Южной Америке все наоборот. Холоднее всего на самом Юге. Как вы думаете, почему? Обилие осадков способствует образованию многочисленных рек. Наиболее крупные из них – Амазонка, Парана, Оренока. Амазонка – самая многоводная река планеты. На реках Южной Америки встречаются многочисленные пороги и водопады. Среди них, особенно известностью, пользуются и Гуасу, и самый высокий водопад мира – Анхель – 1054 метра. Растительный мир материка разнообразен. Только здесь, в диком виде, растут знаменитое каучуковое дерево – гивея, а также химное дерево, из коры которого получают лекарства, помогающие лечить малярию. Южная Америка – родина таких культурных растений, как помидоры, картофель, кукуруза, хлопчатник. Многообразен животный мир тропических лесов Южной Америки. Здесь много обезьян. По берегам рек пасутся своеобразные копытные животные – топиры и самые крупные грызуны на земле – капибары, массой до 50 килограмм. А в реках обитает гигантская змея-анаконда длиной до 6-9 метров. В водах рек встречаются электрические скаты, угри, хищные и беспощадные пираньи. А в Амазонке обитают пресноводные дельфины и арапаима – одна из самых крупных пресноводных рыб, длина которой достигает 5 метров. Очень богат мир птиц и насекомых. Это и самые маленькие в мире птицы – калибри, масса которых около 3,5 грамм, и достигающие огромных размеров – бабочки и жуки. В степях обитают небольшие олени, несколько видов лам, животных родственных верблюдам. Из птиц – страус нанду. Среди немногочисленных хищников необходимо выделить пуму и ягуара. Южная Америка богата полезными ископаемыми. Здесь добывают бокситы, медные, железные, никелевые и марганцевые руды, а также нефть, золото, серебро, алмазы и изумруды. Давайте запомним. Климат большей части материка теплый, но не такой жаркий, как в Африке. Южная Америка – самый влажный материк Земли. Здесь расположена величайшая равнина земного шара – амазонская низменность. Амазонка – самая многоводная река планеты. В Южной Америке расположен самый высокий водопад мира Анхель. Коренные жители Южной Америки – индейцы. Пришли они сюда из Северной Америки примерно 20 тысяч лет назад. Начиная с XVI века испанцы и португальцы, а затем и другие европейские народы, завоевывали материк. В настоящее время на территории Южной Америки проживают потомки европейцев, африканцев и индейцы. Давайте запомним. Коренные жители Южной Америки – индейцы. Начиная с XVI века европейские народы завоевывали материк. Повторим главное. Южная Америка – самый влажный материк Земли. Вдоль берега Тихого океана протянулись очень длинные и высокие горы – Анды. На востоке находится величайшая равнина земного шара – Амазонская низменность. В Южной Америке протекает самая полноводная река планеты – Амазонка. И находится самый высокий водопад – Анхель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова